Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Люблю браться за дела, в которых ничего не понимаю, а значит самое время записать видео про что? Правильно, про футбол. Это такая игра, в которой 11, кажется 11 человек, бегают по полю и пытаются отобрать мяч у других 11 человек и закатить их в ворота. В общем, если количество попаданий мяча в ворота за время игры оказывается одинаковый, команды выстраиваются на поле и каждый по очереди подходит к мячу и с разбега пинает его в ворота. Каждый игрок противоположной команды по очереди ловит этот мяч. Вот, кажется, примерно так выглядят правила в общих чертах, ну, насколько я их понял, со своими гуманитарными мозгами. Так вот, в 2008 году происходило какое-то очень важное соревнование, в котором играли команды Челси и Манчестер Юнайтед. Если вы подозреваете меня в том, что я знаю название команд и что они вообще из себя представляют, не беспокойтесь, не знаю, не понимаю, не знаю, что за игра, просто загуглю. И вот решающий удар. Игрок, который бьет пенальти, должен забить, то есть кто-то из его команды, там, предыдущий профокапил, и если он забьет, то пенальти будут продолжаться. Если он не забьет, игра будет проиграна. Дальше спойлер. Как мне объяснили знающие люди, взять пенальти невозможно. То есть, с 11 метров, игрок, когда он бьет мяч, забивает ворота, он гарантированно забивает гол, как бы ни старался вратарь. Почему? Потому что с такого расстояния вратарь не может закрыть с собой все ворота. Он может закрыть только половину ворот. И возьмет он мяч или нет, зависит от того, в какую сторону он прыгнет в момент удара. Причем, решение о направлении прыжка, он должен принять до удара. Если он угадает, то он возьмет мяч. Если он не угадает, то у него нет шансов изменить направление прыжка. То есть, он уже прыгнул. В общем, игрок разбегается. И вот за мгновение до того, как он наносит удар по мячу, вратарь показывает левой рукой на левый верхний угол ворот. Вот так. Вот так. Игрок бьет по мячу. И, конечно, он бьет не туда, куда показывал вратарь. Он бьет в правый нижний угол. То есть, он бьет в противоположную сторону. И как раз туда прыгает вратарь и отбивает мяч. И все. Игра выиграна. Какой умный вратарь, скажете вы. Так вот, на самом деле, конкретно к этой игре команду готовили ученые. Специалисты по теории игр. И команда получила весьма конкретные инструкции на случай решающего пенальти. Заранее. Перед игрой. То есть, вот весь этот фокус с рукой, это не была импровизация. Это была манипуляция. Заранее подготовленная. Заранее спланированная. Вратарь показал, куда он ждет удар. А у игрока не было времени на то, чтобы успеть просчитать эту манипуляцию. То есть, он среагировал мгновенно. И он среагировал единственным возможным на тот момент способом. То есть, он просто не успел ее просчитать. Теперь, как это касается нас с вами. Мы с вами тот самый вратарь. Мы, сценаристы. Когда мы пишем нашу историю и планируем ключевые сюжетные повороты, мы должны понимать, что сегодня мы имеем дело с очень насмотренным зрителем. Этот зритель прекрасно понимает, как устроен путь героя. И знает, каким будет каждый следующий поворот в нашей истории. Вы не можете его удивить. А если вы не можете его удивить, ваше кино смотреть неинтересно. Что с этим делать? Добавить элемент случайности? Представить выбор ключевых поворотов, какому-нибудь генератору случайных сюжетных поворотов, монетки? Я думаю, нет. Это не сработает. Почему? Потому что монетки плевать на разнообразие. Я думаю, что мы должны действовать именно так. Мы должны показывать зрителю, куда сейчас полетит мяч. И бить в противоположную сторону. То есть мы должны дать понять зрителю, убедить его всеми способами в том, что сейчас будет вот такой вот сюжетный поворот. И после этого дать ему совершенно другой, противоположный поворот. Я Александр Молчанов. С вами все в порядке. Счастливо.